приветствую вас дорогие друзья на моем канале сегодня вместе с вами хочу приготовить очень вкусные пончики с заварным кремом и для эффективной работы нам нужно сначала приготовить тесто тесто у меня будет дрожжевое поэтому мы будем ждать для того чтобы у нас поднялся с чего начнем у меня здесь молоко комнатной температуры выше 30 градусов 38 градусов как указано на пачке молоко должно быть теплое нужно слегка перемешать у меня такого цвета эти дрожжи рассчитаны для выпечки сладкой если нет таких то берите совершенно обыкновенные качественные дрожжи молоко положили для того чтобы носом они подошли и здесь будет образоваться шапочка чуть-чуть чайную ложку буквально положим сюда сахара перемешаем и оставим в сторону видите на то действующие очень качественные ну а если у вас прессованные дрожжи то на килограмм муки нужно взять плюс-минус 40 грамм дрожжей спрашивали сколько грамм брать не говорю так дальше сюда в миску я кладу яйца комнатной температуры у меня три штуки можно взять вполне 2 слегка забью дальше сюда я выливаю растительное масло точное количество ингредиентов будет в описании немного ванильного сахара и чуть-чуть соли соль усиливает вкус перемешаю и сюда же я кладу сахарный песок хорошенько перемешаю а тем временем у нас видите покрывается шапочка здесь дрожжи и молоко так прошло где-то минуточки три-четыре и у меня здесь видно да образовалась пенка шапочка такая дрожжи подошли выливаем сюда общей массе перемешиваем хорошенько и уже кладем нужное количество муки замешиваем тесто если у вас дрожжи будут быстродействующие хорошие вы уверены в них можно их класть непосредственно муки так сейчас мы добавляем нужное количество муки замесим тесто такое хорошее не забитая мукой хорошие тесто будем делать перемешаю линчиком до тех пор пока пока могу видно какие пузыри уже идут окончательно тесто подмесили вот имеет маленькую липкость как сказала я уже не забивайте мукой все тесто готово теперь возвращаю тоже миску где начинали просто здесь немножко нужно маслом таким вот образом смазать так собираем тесто в шар и кладем в миску и как обычно на пол-литра жидкости у вас пойдет плюс-минус килограмм муки чтобы при поднятии легко было тесто подниматься скользить так и закрою пищевой пленкой и так делаем крем значит в кастрюлю с толстым дном положу одно яйцо так сюда же кладу сахар у меня на 400 миллилитров рассчитано 300 грамм сахара если для вас это слишком сладко пожалуйста можете убавить количество масла сахара так перемешаю слегка между собой и по чуть-чуть вливаю сюда молоко чтобы разжижить консистенцию удобно перемешивать так дальше я сюда кладу муку четыре столовые ложки без горки перемешиваем хорошенько и по чуть-чуть сюда вливаем молоко если вдруг у вас будут комки то нужно конечно же через сито еще раз доцепить после того когда получим гладкую консистенцию уже будем варить на огне на медленном огне до бульканье видно да без комков хорошенько все расходится здесь на что нужно иметь венчик и я сюда уже по чуть-чуть поливаю молоко масло и ванилин у нас будут в самом конце вот таким вот образом помешивая постоянно варим до загустения если вы не будете мешать постоянно у вас будет на дне прогорать и будут комку то есть желательно чтобы все время перемешивали все у нас густелось видно что булькает выключаем так дальше пока смесь и горячая сюда мы кладем масло масло должно пойти 50 грамм но я положу 40 и еще немного хорошего оливкового масла сюда положим можете положить только сливочное масло это дело вкуса и хорошенько перемешаем и конечно не забудем добавить ванилин ваниль и сахар кто к чему привык хорошенько перемешаем и очень очень вкусный крем для наших пончиков готов и так дорогие друзья продолжаем посмотрите как хорошо у нас поднялось тесто рядом у меня значит здесь находится масло подсолнечное либо кукурузное и конечно же крем не обязательно чтоб крем у вас остыл можно использовать и так руки все время у нас будут в масле и рабочая поверхность тоже будет в масле посмотрите какое хорошее тесто если конечно же она вас подойдет и вы еще не готовы слепить из него пончики можете один раз сделать обминку чтобы продлить до так здесь я обильно смазываю маслом с мукой мы работать больше не будем что я делаю я буду формировать вот такие вот шарики делать из них кружочки и в сторону масло кидаю старайтесь чтобы они у вас были одинаковой и так значит здесь у нас тесто на расстойке стоит здесь у меня уже начиненные вот таким образом начиняем еще раз да закрываем хорошенько защипливая здесь много масла не нужно использовать потому что вы не сможете защипнуть у вас расплывется нехорошо тесто соберется и вот теперь мы можем обильно смазать маслом поставить кружочек а тут уже мы растянули видно внутри крем и таким вот образом по краям прохаживаемся пальцами берем и на огонь убеждаемся что масло прогрета и теперь можем сюда кидать наши пончики так это вы не мухаете шумовкой и конечно же на стороне у вас должно быть поднос и желательно бумажка чтобы впитав весь у вас Продолжение следует... Продолжение следует... И на этом я завершаю это видео. И как всегда, если оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, ставьте лайки, нажимайте на знак колокольчик, для того, чтобы пришло уведомление о том, что новое видео уже на канале. И все, пишите, что хотите увидеть у меня на канале, в моем исполнении. Вот такие вот получаются пончики. Главное, с ними нужно уметь поработать. Вот так вот, видите, как я тяну и обходимся без дырочек. Все, до новых встреч!